Здравствуйте! В эфире программа событий. С вами Марина Матвеевшина. И в ближайшие 20 минут вы узнаете все самое интересное, что произошло на этой неделе в Самаре. Пик эпидемии ОРВИ гриппа еще не пройден. Порог заболеваемости в регионе превышен почти на 40%. Вирус перекинулся с Самары на районы. Всего в области заболели 30 тысяч человек. Участились случаи так называемого свиного гриппа. С таким диагнозом сегодня более 500 человек. С начала года от этой инфекции уже умерли трое. В Самаре ситуация налаживается. Заболевших 11,5 тысяч. Еще неделю назад их было больше. Отчасти снизить число инфицированных, половина из которых дети, помог карантин в школах, который длился более недели. Чтобы сохранить здоровье, эксперты советуют как можно меньше находиться в людных местах, чаще мыть руки и есть витамины. Если болезнь все же настигла, обязательно обращаться к врачу. Но все же главным оружием против вирусов специалисты считают прививки, которые нужно делать заранее. Чем раньше начинается прививочная кампания, тем быстрее формируется иммунитет у человека. И тем лучше он входит в период эпидемического подъема. Потому что, сами понимаете, если, например, прививаться в декабре, минимум две недели формируются иммунные тела. А тут начало подъема, соответственно, смысла никакого нет. Очень часто развиваются осложнения. И самое грозное и частое осложнение – это пневмония. И настолько быстро она развивается, что в течение 24 часов уже, может быть, понадобится механическая вентиляция легких. Легендарный бомбардировщик «Белый лебедь» станет выносливее и мощнее. В Самаре на заводе «Кузнецов» запускают серийное производство новых двигателей для самолетов Ту-160. О возобновлении производства главного российского ракета «Носца» весной этого года объявил министр обороны России Сергей Шойгу. Самолет будет оснащен новой начинкой, тогда как облик его останется прежним. Как идет работа по запуску серийного производства двигателей, расскажем в нашем сюжете. Четыре таких двигателя заставит бомбардировщик «Белый лебедь» летать быстрее, выше и дальше. За счет улучшенных характеристик НК-32 второй серии дальность полета увеличится на тысячу километров. Межведомственная рабочая группа по возобновлению производства Ту-160 во главе с замминистра обороны России проверяет, как идет подготовка завода «Кузнецов» к массовому выпуску модернизированных двигателей. По планам этого года Самарский завод «Кузнецова» должен нам сделать один коллекционный и четыре уже двигателя новой серии. Ну, как вы знаете, двигатель – это сердце самолета, поэтому, конечно, мы пристально смотрим за ходом этих работ. Чтобы запустить серийное производство новых двигателей, на заводе «Кузнецов» осваивают новые технологии и модернизируют оборудование. В частности, реконструируют испытательные стенды. На этом стенде будут испытывать в том числе новые двигатели НК-32 второй серии. Оборудование здесь новое и модернизированное, и во время испытаний специалисты будут находиться в соседней комнате за стеной и наблюдать за всеми параметрами работающего двигателя на мониторах компьютеров. Двигатели, успешно прошедшие испытания, будут отправлены в Казань, где и будут собирать полностью стратегические бомбардировщики Ту-160. На сегодня это самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет. Самый скоростной бомбардировщик, самая тяжелая в мире боевая машина по взлетной массе. Ей принадлежит несколько рекордов по высоте полета с грузом и без груза, по скорости полета по замкнутому маршруту. Планируется, что в серийное производство обновленный Ту-160 поступит в 2023 году. Марина Матвеевна, Алексей Золотенков, События. Чем пахнет космос и мечтают ли нынешние школьники? Как когда-то их родители об освоении Вселенной, в День науки, летчик-космонавт Олег Артемьев провел урок для самарских учеников. Интересные факты о космосе узнавала Лариса Шалафаст. Космос пахнет сваркой и жареным мясом, делится воспоминаниями летчик-космонавт Олег Артемьев. Он был в космосе в 2014-м, провел порядка 60 научных экспериментов. В общей сложности провел на МКС полгода. За это время два раза выходил в открытый космос. Когда открываешь люк наружу, то в станцию врываются те запахи, которые вот снаружи. И тот космос, который снаружи, он на самом деле так и пахнет. Но тот космос, который внутри, когда станция закрыта, он, конечно, пахнет немножко по-другому. Такой там, как в шкафу таком, бабушкиным таким. Потому что там постоянно идет обеззараживание атмосферы станции. Поэтому такой запах такой ионизированный. Во время пребывания на МКС космонавт не только работает, но и делится происходящим со всем миром через социальные сети. Чтобы быть ближе к современному поколению, космонавты заводят аккаунты в социальных сетях. Например, в Инстаграм Олега Артемьева почти 200 тысяч подписчиков. Здесь можно найти уникальные снимки из космоса. После общения с космонавтом многие самарские школьники и сами бы хотели отправиться на международную станцию. Ребята узнали не только о том, как живут и работают астронавты, но и как готовиться к полету. Сначала надо к этому подготовиться, испытать разные перегрузки. Также надо заниматься физкультурой, чтобы после возвращения многие привыкали к Земле. После космического урока, вооружившись новыми знаниями, школьники могут принять участие в фестивале «Азбуконауки», который состоится осенью этого года. У каждого есть шанс предложить свои идеи для научных опытов. Лучшие эксперименты космонавты проведут на орбите. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. Увидеть МКС, Международную космическую станцию с Земли невооруженным глазом и даже рассмотреть все детали – такая уникальная возможность есть у самарцев на этой неделе. В эти дни траектория станции проходит над большей частью европейской территории России. Пролет МКС – явление эффектное. На небе появляется сверхяркая звезда, которая плывет с запада на восток. Часто МКС имеет такую сильную яркость, что ее принимают за НЛО. Объект можно даже сфотографировать. Лучше всего такие пролеты наблюдать после заката, когда стемнеет окончательно, или же перед рассветом. Именно в это время блеск отражающих элементов станции наиболее сильный. Узнать, во сколько МКС будет пролетать над вашим домом, можно из таблицы, размещенной на сайте. А учащимся Международного аэрокосмического лицея повезло услышать голоса космоса. Им показали святая святых – центр приема сигналов со спутников. Раньше посторонним вход сюда был воспрещен. Здесь с помощью спутников Земли специалисты смогут найти даже иголку в стоге сена. Уникальные снимки из космоса увидела и Лариса Шалафаст. Им сверху видно все. В центре приема сигналов со спутников самарским лицеистам наглядно показывают, что передают эти аппараты из космоса. Благодаря точным снимкам специалисты могут нарисовать карту города, оценить загруженность дорог, увидеть любой пожар и даже сделать прогноз по паводку. Мы работаем, например, с МЧС и со всякими системами, которые занимаются ледниками, водной обстановкой, поиском судов и так далее. То есть это данные несколько другого типа с радарных спутников, соответственно, мониторинг паводков и все остальное. В центр поступают данные из семи спутников разных стран. Потом вся информация попадает в центр обработки. Обычно посторонних сюда не пускают. Это первая ознакомительная экскурсия. Очень было интересно, что спутники на самом деле не снимают в синем цвете из-за рассеивания этого цвета в атмосфере. Очень интересно, какая компьютерная обработка данных. Не знал раньше, что с помощью спутниковых снимков идет поиск пожаров, чтобы потом можно было быстро ликвидировать. Такие познавательные экскурсии станут регулярными. Посетить центр приема сигналов со спутников смогут ученики не только профильного лицея, но и других школ города. Лариса Шалафаст, Григорий Плешаков, События. Выставка аналогов, которой нет в мире, открылась в Самаре. Музей Мотомир Вячеслава Шиянова поначалу ютился в простом ангаре и буквально на днях переехал в новые просторные помещения. Здесь представлены уникальные образцы мотоциклов. Все в рабочем состоянии и на каждом можно даже прокатиться, что и сделал Андрей Трой. С тех пор, как древние шумеры придумали колесо, человечество только и делает, что разгоняется. И долгое время для разгона требовалось не четыре, а всего два колеса. Владелец музея раритетных мотоциклов Вячеслав Шиянов считает, что период 30-х и 40-х годов был золотой эрой мотостроения. Мотоцикл в 30-х годах это был прежде всего символ непозиционной войны, символ войны моторов. Да, в 1942 году американцы изобрели свой великолепный джиг Виллис, и он вытеснил мотоциклы. Но до 1942 года мотоцикл доминировал на поле боя. В музее Вячеслава Шиянова собраны уникальные мотоциклы. Некоторые существуют в единственном экземпляре, как, например, вот этот французский РН-Жилет 350, созданный в 1932 году. Настоящее достояние Французской Республики, но живет в России. Особенность выставки Вячеслава Шиянова в том, что она охватывает золотой век мотоциклов. И у каждого из них есть своя особенная история. К примеру, вот этот BMW. Первый мотоцикл BMW в своем роде и был создан за месяц с чистого листа буквально в сарае. А вот этот Mars – самый почитаемый мотоцикл в Германии, буквально икона. Гламурная машина с уникальной конструкторской идеей. Большинство экспонатов музея Вячеслава Шиянова в рабочем состоянии, хоть и были собраны буквально из пепла. Как, например, гигантский японский мотоцикл «Кураган». Он самый большой в мире и его высота полтора метра. Или немецкий BMW Windhoff 750, у которого нет рамы, как у других мотоциклов. Шедевры коллекции можно долго перечислять, но главное, что на этой технике можно прокатиться в любой момент. Ни в одном музее техники мира нет такой возможности. Мы поставили себе задачу сделать действительно самую полную и уникальную коллекцию технического антиквариата в смысле мотоциклов в мире. И нам удалось это сделать. Экспозиция музея постоянно обновляется. И у Вячеслава Шиянова уже есть идея о том, как ее расширить. Но пока, говорит, это секрет. Андрей Трой, Максим Гусев. События. Гонщики в погонах. Навыки скоростного маневрирования на патрульном автомобиле продемонстрировали инспектор ДПС. В городском этапе конкурса профмастерства приняли участие 60 полицейских. Павел Баймаков, сам автолюбитель, оценил мастерство асов экстремального вождения. На счету каждая секунда полосу препятствий инспекторам ДПС необходимо пройти за минимальное время. На соревнованиях от этого зависит оценка судьи. На боевом посту может зависеть жизнь человека. Юрий Плотников в полиции служит уже 5 лет. Высокое мастерство вождения не раз помогало ему догнать нарушителей. Работа признается не из легких, но о ней мечтал с детства. Каждый мальчишка с детства хотел работать инспектором ЕБДД. Это все связано с транспортом, с оружием. Соревнования очень важны для повышения квалификации сотрудников. Все собрались, чтобы посмотреть друг на друга, кто как ездит и сдать нормативы. Показать лучший результат непросто. На заснеженной дороге машина слушается лишь умелых водителей. Лучшие преодолевают полосу препятствий примерно за минуту. Участие в конкурсе профмастерства приняли 60 самарских инспекторов. У нас по требованиям к конкурсу допускаются сотрудники, прослужившие в ЕБДД более трех лет. И первенство и соревновательный эффект присутствуют. Сотрудники полиции стараются обойти друг друга. Для них это стимул улучшить свои знания и теоретически, и практически. Суда допускаются лучшие из лучших. Победители городского этапа примут участие в областных соревнованиях, а затем отправятся в Москву, чтобы отстаивать честь Самарской области уже на всероссийском конкурсе. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События. В эти выходные влюбленные во всем мире отмечают свой праздник. В России ко Дню Святого Валентина относятся по-разному. Но, как говорится, лишний повод сказать о чувствах не помешает. Влюбленным покровительствуют ангелы. При желании такого покровителя в подарок любимому можно сделать самим. Мастер-класс от Самарской мастерицы Валентины Семизоровой получила Виктория Шарея. Казалось бы, все просто, если вы, конечно, знаете, как управляться связальным крючком. Вяжется болванка, будущее тело ангела, набивается синтепоном, потом пришиваются руки. Отдельно делаются крылышки. А чтобы голову венчали буйные кудряшки, Валентина вяжет лоскуток. Затем его распускает, чтобы пряжа кудрявилась. И, вуаля, ангел готов. Но вот что удивительно. Я-то, может быть, этого даже не очень замечаю. Все говорят, что у них разные лица. Меня умиляет еще вот это. Разные лица. Хотя лица здесь отсутствуют. Но у них, в самом деле, вот иногда смотришь, один какой-то печальный. Другой там задумчивый. А среди такой прям вот миленький, веселенький. Валентины делятся. У каждого ангела судьба складывается по-разному. Многие отправляются в подарок друзьям, живущим в других городах и странах. Других разбирают дети. В доме Валентины всегда много гостей. Каждый под себя еще чувствует ангела. Вот я на выбор даю порой. У нас же очень много гостей, детей. Приходит, и каждый смотрит, смотрит, смотрит. Вот, на мой взгляд, вот этот милый. А ребенок смотрит и говорит, нет. Вот мой вот этот. Чем объяснить, я не знаю. Накануне Дня Святого Валентина в доме кипит работа. Мастерицы хотят сделать по фигурке всем, кого знают и любят. Конечно, чтобы изготовить таких ангелочков, требуется поистине ангельское терпение и способность работать руками. Но я думаю, что в подарке все-таки главное – это внимание. Поэтому, что бы вы ни сделали своими собственными руками, ваша вторая половина будет точно очень довольна. Виктория Шары, Константин Головин, События. История любви, дерева и шелка. Самарская художница и армянский речик по дереву готовят необычную выставку. Творчество в чистом виде. За процессом наблюдала Марианна Мирная. Легкая россыпью гранаты инсталляция превращается в произведение искусства. Твердое дерево и воздушный шелк, стамески и кисточки. Армянский скульптор и русская художница случайно нашли друг друга. Армен Шахназарян увидел работу Алены Самарцевой в социальных сетях и решил, почему бы не объединиться и не создать что-то красивое, уникальное и необычное. Называется «Единство». Я пока так называю. То есть они вместе и начали откуда. Идут вместе, видно где-то, а где-то не видно. Но они все равно вместе. То есть смысл работы вот такая. И шар для меня, не только для меня. Это как бы и мир, и единство, и жизнь, и начало. То есть основа всего. Обычно это шелковые картины, обрамляют резными рамками. У Алены и Армена все наоборот. В центре внимания скульптура, а расписные шарфы окутывают дерево и создают непередаваемый уют творческим работам. Это разные стихии. То есть если дерево – это нечто природное, то, что выросло, то, что дарит нам природа, то шелк – это все-таки изобретение людей. А уж живопись по шелку тем более. И то, и другое искусство. И мы искусство природы обрамляем своим. Над выставкой они работать только начали. Впереди еще много кропотливого труда. Сейчас на повестке «Виноградная лоза». Идея пришла, конечно, из Армении. Мариана Мирная, Григорий Плешаков. События. Победили и с триумфом вернулись в Самару. Танцевальный коллектив «Фантазии» стал чемпионом России по народным танцам. Ребята соревновались больше, чем с 40 коллективами из 9 федеральных округов. С лауреатами первой степени встретилась Алина Чемерес. Чемпионы России по народным танцам Катерина и Вадим с гордостью показывают свои награды. Считая, кубки сбились. За время существования коллектива «Фантазия» их набралось под сотню. На последнем соревновании стали лауреатами первой степени. Ребята настолько привыкли всегда и везде быть первыми, что серебро и бронза – повод для расстройства. Расстраивались, когда получали вторые места, третьи. Это для нас обидно все равно. Но иногда это бывает из-за нечестности судей. Но мы это принимаем. Ребята говорят, чувства, которые испытываешь, выходя на сцену, ни с чем не сравнимы. Отказаться от этого невозможно. Вот стоишь за кулисами, прям перед выходом, потом раз, вышел, танец там минуты четыре, там пять, и вышел, и сразу уже конец. И вот не запоминаешь, что ты делал, прям вот все на автомате. Мышцы сами помнят, сами все делают. Тебе главное улыбаться. И вот этот адреналин, вот это, да, ощущение такое, на самом деле ни с чем не сравнимы. Ну, никак его не описать. Коллектив «Фантазия» появился в 93-м году на базе 154-й средней школы. За это время из него вышли десятки талантливых танцоров. Некоторые из них возвращаются после окончания школы уже в другом качестве. Эмилия Крупенникова сама училась в этой школе и танцевала в «Фантазии». Теперь делится опытом с подрастающим поколением. Есть такие моменты, когда они чего-то не хотят, что-то боятся, что-то хотят новое узнать для себя. Но мы стараемся им дать показать, в первую очередь показать мир. Поэтому мы конкурсы определяем, какие-то поездки, именно хореографические, даем им базу для развития. Стараемся так влюбить детей в танец, чтобы, выйдя из школы, они так и шли по жизни танцуя. Следующая поездка коллектива – международный танцевальный конкурс в Санкт-Петербурге. Организаторы пригласили «Фантазию» без отборочного тура. Алина Чемерис, Мариана Мирная, Станислав Левин. События. Такое увидели в Самару наши корреспонденты на этой неделе. Ярких вам событий. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!